Продолжение следует... Площадь для проживания порядка 17 тысяч жителей. В составе жилого района предусматривается в учреждении предприятий обслуживания предприятий социально-бытового обслуживания населения с учетом населения, прилегающей территории общественно-деловых зданий. Структура жилой застройки решена отдельными жилыми группами с озеленением и просторными дворами. Проектом предусмотрено строительство двух торговых комплексов общей площадью порядка 45 тысяч квадратных метров. Также проектов планирования территории предусматривается строительство двух школ на 1300 и 450 учащихся, двух детских садов на 250 мест и одного детского сада на 110 детей. Общественная жилая зона отделена от жилой и общественной деловой зоны широким бульварным кольцом, проходящим от монумента защитников неудачищества и обоясывающего весь комплекс школьных и дошкольных учреждений. Общественная деловая зона представлена двумя комплексами площадью 15 тысяч и 30 тысяч квадратных метров. В подземной части общественной деловой зоны возможно размещение подземных и многояружных гаражей и стоянок для люковых автомобилей. Проект предусмотрен на размещение 6020 единиц автотранспорта на открытых автостоянках для временного хранения, а также возможность строительства подземной автостоянки в торговых зданиях. Зеленые насаждения равномерно распределены по проектированной территории, чтобы не допускать образование массива сплошной застройки. Места автостоянок и площади озеленения и досуг жителей расположены с разных сторон жилых домов, что позволяет освободить дворовую муку. Зоны от автомобильного транспорта были выхлопны газов от транспортных средств. Администрация Городов считает возможным поддержать представленный проект планировки рассматриваемой территории. И вот здесь, которые надземные гаражи были, вот на этом уголке, мы их изменили, и здесь поставили жилой дом. Вот здесь, на этом уголке поставили. После рабочей группы мы внесли до 544. 45 тысяч торговых, 46 тысяч у нас детских садов и школ, 46 тысяч квадратных метров торговых и школ. Парковых у нас 7100, из них, если я не считаю, 4100 у нас для жилья и 3 тысячи для общественного значения. Мне кажется, Евгений Васильевич, там будет больше, чем 17 тысяч. То есть там квартира у вас сколько? Тысяч 10? 10 тысяч квартир, наверное. Тогда это минимум 25 тысяч жителей, не 17. Просто то, что мы переселяем, 16 тысяч в 320 тысяч метров поварить, а здесь точно минимум 25. А, честно говоря, я думаю, наверное, 1028 жителей будет. В принципе, по расчету это нормально. Нам единственное, нужно, вот позвали же всех сетевиков же, да, насколько я понимаю? Нам нужно просто, проект интересный, он, скажем, нам нужно просто четко распределить объем инвестиций. То есть если мы принимаем решение и утверждаем, то, соответственно, Евгений Васильевич, нужно, чтобы Афанасьев сразу строил детский сад, школу и так далее, а мы бы, соответственно, у него разыгрывали, он под нас бы строил, мы бы финансировали. Давайте дальше, да? Все, договорились, да? Да, принимайся. 4 600 квадратных метров имеет вид разрешенной использования для строительства зданий торгового назначения с остроенным в помещения административно-гостиничного назначения. Земельную участку исполнена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, в которой размещение объектов, организация и розничной торговли, продовольствия и группами товаров является одним из основных видов разрешенной использования земельной участки. Соответственность с карты зоны с особыми условиями использования территории Правда, землепользовательная застройка находится в санитарно-защитной зоне производства коммунальных инженерно-технических и санитарно-технических объектов, а также водоохранной зоне рек. На данном земельном участке расположен водный объект — ручей Рогожня. Предполагается строительство трехэтажного здания торгового назначения со встроенным офисными помещениями. Администрация городу считает возможным строиться на данном земельном участке при условии согласования материалов рабочего проектирования с Федеральным агентством водных ресурсов. Кроме того, необходимо при рабочем проектировании присмотреть подсветку здания. Замельный участок расположен в зоне общественной деловой застройки городского и локального значения, в которой размещение гостиниц и объектов организации общественного питания является одним из основных видов разрешенного использования земельного участка. Предполагается строительство двухэтажной гостиницы и предприятий общественного питания с магазином. На территории располагаются подлежащие сносы нежилые здания, подлежащие заявительным правом собственности. Администрация города считает возможным строительство изменения вида разрешенного использования на данном земельном участке. В Министерство культуры и туризма Турцкой области поступило предложение инициативной группы архитекторов пересмотреть режимы использования земельных участков действующего проекта зона охраны города Тулы в части кварталов, ограниченных улицами Энгельсен, Пушкинская, Гоголевская, Бундурина, с целью комплексного освоения одной из центральных частей города Тулы. Главной отличительной особенностью разработанного проекта является изменение режима в отношении периметральной малоэтажной застройки кварталов, состоящей из деревянных одноэтажных ветких и самовольно построенных жилых домов, не представляющих архитектурной ценности, в сторону увеличения этажности и площадных характеристик. Предложенная схема комплексной застройки рассматриваемых кварталов позволит сохранить планировочные характеристики старинных улиц в увязке с построенными и строящимися зданиями, там ведется строительство многоэтажного дома, снизит влияние существующих дисгармоничных зданий, речь идет о существующих там многоэтажных, 9-ти и 5-ти этажных домах. Министерство культуры и туризма Тульской области, рассмотрев проект, одобрило его и предлагает выполнить на него историко-культурную экспертизу и по положительным результатам ее может быть утвержден постановлением правительства Тульской области.